В истинной жизни. Христианство же долго было иностранной религией, и даже вдвойне иностранной греческой и княжеской, то есть находившей себе опору в варяжской дружине, составлявшей государственное ядро Руси. Для своего принятия оно требовало просвещения, было книжным. Христианство же долго было иностранной религией, и даже вдвойне иностранной греческой и княжеской, то есть находившей себе опору в варяжской дружине, составлявшей государственное ядро Руси. Для своего принятия оно требовало просвещения, было книжным по самой своей природе. То, что было в нем внешним, богослужение, обряд, воспринималось легко, чаровало и покоряло. Но создавалась опасность за этим внешним не увидеть и не стараться увидеть смысла того логоса, без которого сам христианский обряд становится языческим, ибо самоцелью, а душа продолжала питаться старыми природными религиозными переживаниями и образами. Изыщество не умерло и не было обессилено сразу. В смутных глубинах народного подсознания, как в каком-то историческом подполье, продолжалась своя уже потаенная жизнь, теперь двусмысленная и двоеверная. Заимствованная Византия христианская культура не стала общенародной сразу, а долгое время была достоянием и стяжанием книжного или культурного меньшинства. Однако нужно помнить, история этой дневной христианской культуры, во всяком случае, не исчерпывает полноты русской духовной судьбы. И болезненность древнерусского развития можно усмотреть прежде всего в том, что ночное воображение слишком долго и слишком упорно укрывается и ускользает от умного испытания, поверки и очищения. Позднее чувства, воображение, сердечность будут провозглашать основными отличиями русского христианства от греческого, рассудочного и холодного. Но гораздо вернее в упорном сопротивлении русской души, Логосу, видите одну из самых глубинных причин многих роковых обвалов и кризисов на русском историческом пути. С татарским разгромом в 1237-40 вековых годах кончается киевский период русской истории. Но это не только государственная катастрофа. Монгольская ига начинает новый период и в истории русской церкви. Период сложнее, менее всего поддающийся одной формуле, одной характеристике. Прежде всего меняется отношение постепенно с церкви и государственной власти. Уже с удельным дроблением началось затемнение той симфонии, которая подавала такие надежды в начале киевского опыта. В 1157 году Андрей Боголюбский выгнал из Ростова епископа Нестора. В 1168 году Святослав Черниговский, епископа Антония Грека. Брат Мономаха Ростислав убил инока Григория за обличение. А великий князь Святополк тоже за обличение мучил Петерского игумена Иоанна. Но в общем голосе церкви, в усобицах между князьями, продолжал быть слышным. Ее влияние на них было благотворно. Сатарским игом центр государственной жизни переходит на север, Суздальскую область. И за ним, естественно, передвигнется и центр митрополии. 13 век, век расцвета Владимира Иисусдаля. Но в государственном отношении это переходной период. В 14 веке начинается собирание земли русской вокруг Москвы. И в этом собирании одним из решающих факторов сказывается союз с Москвой, церкви. То есть именно ее митрополитские кафедры. Долгое время с сохранением за митрополитом титула «Киевский» было естественным. Глава церкви не мог вести почти бродячую жизнь, какую вели первые митрополиты татарского периода, Кирилл и Максим, умер в 1035 году. Поселение митрополита Петра и его преемника в Москве было вызвано естественным желанием удержать единство распадавшейся в удельном хаосе Руси. Соединить церковный центр с той государственной линией, которая стремилась к собиранию и единству. Но соединив свою судьбу с одной линией, всячески поддерживая ее, церковь незаметно сама оказывалась во власти этой линии. Поставила себя ей на службу, перестала быть совестью государства, чтобы превратиться постепенно в опору и почти инструмент московского империализма. Мы знаем, какими сомнительными способами добивалась Москва своего единодержавия в России. Кровь Михаила Тверского, замученного в 1319 году в Варде по клевете Юрия Московского, проливается почти в то самое время, когда святой Петр Московский благословляет начало ее исторического возвышения. С другой стороны, переезд митрополита на север, благодаря все тем же политическим трениям, вызывает неудовольствие в Юго-Западной Руси. Очевидный же союз его с Москвой повлечет за собой целый ряд разделений, споров, подкупов в Константинополе. Конкуренции митрополитов, и это постепенно ослабит нравственный авторитет первосвятителя, стоявший так высоко в Киеве. Если святой Петр Феогноз, святой Алексей еще этот авторитет сохраняют, то после них мы видим постепенное стушевывание власти митрополита перед властью великого князя. Дмитрий Донской уже попросту назначает угодных себе лиц. Характерен эпизод с Архимандритом Митяем, для поддержки которого он заключает в тюрьму епископа Дионисия, отказавшегося благословительства у еще не посвященного в епископы священника. Когда, исполняя поручение Константинопольского патриарха, желающего восстановления церковного единства на Руси, в Москву приезжает из Киева митрополит Киприян, Дмитрий прогоняет его, а за ним прогоняет Эпимена подкупом добившегося посвящения в Константинополе. С этой точки зрения, окончательный переход митрополии в русские руки в 1448 году, когда собором русских епископов митрополиты был избран святой Иоанн, и в Грецию отправлена грамота о фактической независимости русской церкви от Константинопольского патриарха. Если он и имел историческое оправдание, измену Исидора, официальную унию Византии с Римом, а очень скоро и турецкая ига, на деле стал источником уже окончательного подчинения церкви государству и его политически-национальным расчетам. В киевский период и в начале периода северо-русского церковь была свободна от государства, поэтому она могла требовать относителей княжеской власти подчинения некоторым идеальным началам, не только в личной, но и в политической жизни. В верности договорам, миролюбия, справедливости преподобный Феодосий бесстрашно обличал князя узурпатора, а митрополит Никифор мог заявлять князьям, мы поставлены от Бога унимать вас от кровопролития. Эта свобода церкви была возможна прежде всего потому, что русская церковь не была еще национальной, автокефальной, но осознавала себя частью греческой церкви. Ее верховный патриарх жил в Константинополе, недоступный для покушения местных князей. Перед вселенским патриархом смирялся и Андрей Боголюбский. При всем своем участии в государственных делах, при всем своем патриотическом служении, иерархия продолжала осознавать себя представительницей другого, высшего целого, вселенской церкви. И этим сознанием делала и свое патриотическое служение более веским, более независимым. Такое сознание мы видим еще у первых русских первосвятителей Петра, Алексея и Ионы. Но вот чем сильнее становится Москва и власть московского князя, тем слабее авторитет московского митрополита. На соборе 1459 года епископы поклялись не отступать от Святой Московской Церкви. Разделение России и Русской Церкви по признаку исключительно государственно-политическому стало совершившимся фактом. Нет сомнения, что национализация Русской Церкви, постепенное освобождение ее от Константинополя были неизбежны. Сама эта связь в 15 веке уже теряла свою ценность. В беднейшей гибности Византии подкупы и обманы оказывались слишком часто сильнее канонического и вселенского сознания. И все же необходимо отметить, что сужение кругозора Русской Церкви, медленное подчинение ее изнутри государственному разуму, превращение в один из аспектов государственной жизни. С особой силой скажется это в Московском Царстве. Изменение церковно-государственных отношений связано с тем страшным нравственным упадком, который повлекло за собой монгольское иго. Этот опыт рабства не мог не дать своих плодов. Произошло глубокое огрубение русского характера, отравление его татарщиной. Сами князья должны были ездить в Орду с заявлениями рабской покорности и постоянно трепетать перед силой ордынского деспота, перед многофильственными доносами шпионов, шпионов даже из своих братьев-князей. Для народа эта школа рабства была еще тяжелее. Нужно было кланяться всякому заезжему баскаку, исполнять все, что он потребует, отделываться обманами и поклонами. Двоедушие, хитрость, низкопоклонничество, низкие проявления инстинктов самосохранения делаются добродетелями времени, которое проповедует и летописная мораль. С татарщиной, беспринципностью, отвратительным соединением низкопоклонства перед сильными, с подавлением всего слабого, отмечен, увы, рост Москвы и московского сознания с самого начала. И непонятно, благодаря какой чудовищной аберрации религиозного национализма именно московский период заворожил надолго сознание русских церковников, стал для них мерой Святой Руси. Но если общая картина нравственного состояния общества эпохи татарского иго несомненно мрачная, причем мрак этот с годами усиливается, то на фоне его особенно ярко сияет тот же несомненный расцвет русского подвижничества, русской святости. Татарское нашествие не оборвало церковной традиции и не остановило ранее начавшихся процессов. Это касается в равной мере традиций и богословской, и духовной. Непребраны связи России с Востоком, с Афоном, где как раз в XIV веке наблюдается оживление и возрождение духовной жизни, в движении и сихастов. Убежденным паламитом был, например, митрополит Киприян Серб по происхождению, и афонский монах много, поревновавший по литургической реформе в России. На афоне создаются целые поселения русских монахов, продолжающих дело переводов. Через них приходит в Россию умозрительная письменность, творение Василия Великого, Исаака Сирина, Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова. Россия еще не отрезана от кровообращения вселенского православия. Но больше всего эта непрерывность духовной традиции открывается в русском монашестве, в истории которого XIV век навсегда останется золотым временем расцвета. Это век преподобного Сергия Радонежского и всей той северной русской Сиваиды, связанной с ним, которая навеки останется подлинным сердцем русского православия. В образе преподобного Сергия в 1320-1392 годы воскресает православная святость во всей ее полноте, во всем ее свете. От ухода в пустыню через физическую аскезу, самораспятие, смирение к последним озарениям фаворским цветом, вкушение Царства Небесного. Преподобный Сергий повторяет и путь всех великих свидетелей православия с первых его веков. Национально-утилитарный подход к церкви запомнил в его житии больше всего благословение им Дмитрия Донского на Куликовскую битву, и с ним двух монахов, Пересвета Александра и Ослябе и Родиона. Социологи и экономисты настаивают на колонизаторском и просветительном значении огромной сети монастырей, основанных его учениками и продолжателями. Но, конечно, не это главное в нем, а тот абсолютизм христианства, тот образ совершенного преображения человека Духом Святым, устремления к горнему, к высшему, жизни в Боге. Это сделало преподобного Сергия средоточием русского православия в темные годы его истории. Проложило столько дорог в Троицу Сергиевой лавре. Все подлинное, все живое в русской церкви того времени, так или иначе связано с преподобным Сергием. Он сам ничего не написал. Но о его влиянии, о содержании, воплощенного и мучении ничто не свидетельствует с такой убедительностью и силой, как иконы преподобного Андрея Рублева, открытые не так давно, после веков забвения. Его Троица – есть совершеннейшие произведения религиозного искусства, действительное умозрение в красках, по словам князя Трубецкого. Вообще, в храмостроительстве, в иконе русский церковный опыт выражает и воплощает себя в те века больше, чем в словесном богословском творчестве. И они свидетельствуют с какой-то вещественной беспринципностью о сложности и глубине, о подлинном изящести древнерусского духовного опыта, о творческой мощи русского духа. Обитель преподобного Сергия очень скоро становится рассадником монашества для всей Северной России. За полтора века в ней было создано до 180 обителей. Явлено великое множество святых. Монастырь становится в эпоху тьмы и варварства центром духовного влияния на все общество. Тем полюсом народной жизни, в котором народное сознание обретает утешение, наставление, помощь, а главное убеждается в наличии абсолютных ценностей, прикасается к святыне. Изучая религиозную жизнь того времени, видишь прежде всего именно поляризацию, психологическое противопоставление грешного мира и монастыря. Наблюдаешь поляризацию самой религиозной жизни. С одной стороны, грубое обряда верия, неграмотное или полуграмотное белое духовенство, обираемое архиереями. В 1435 году в Скове духовенство вместе с народом сильно поколотило владычных людей. Суеверие, пьянство, разврат. Митрополит Иона, например, в послании вечетям обличает жителей в том, что некоторые из них брали жен по 5, 7 или даже 10 раз. А священники их благословляли. А Юрий Смоленский в 1406 году зверски убивает княгиню Вязинскую Юлиану. За то, что она не хотела удовлетворить его страсть. И вот среди всего этого мрака и упадка чистый воздух монастыря, свидетельство о несомненной возможности раскаяния, обновления, очищения. Монастырь не увенчания христианского мира, а, напротив, его внутренний суд и обличение. Свет, светящий во мраке. Для родословной русской души это очень важно понять. В падении она тянется к этой запредельной и светлой черте. В нее входит трагический разлад между видением духовной красоты и чистоты, воплощенной выночестве, и ощущением безнадежной греховности жизни. И глубоко ошибаются те, кто видит целостность русского религиозного сознания в эти века. Именно тогда, в эпоху татарского инодлома, входит в него начало того раздвоения, которым отмечен его путь в дальнейшем. В половине 15 века вся русская земля составила две большие государственные группы земель. Восточную, под управлением московских самодержцев, и западную, под властью литовско-польского правительства. Русская церковь тоже разделилась на две митрополии, московскую и киевскую. Московская митрополия, находившаяся под покровительством государства, успешно возрастала в своих пределах. Украшалась внешним благолепием, и вместе с государством, которое, успокоившись от внешних и внутренних бед, начало стремиться к усвоению плодов западной цивилизации, обнаружило внутри себя замечательное просветительское движение. В конце 16 века она возвысилась за степень самостоятельного патриархата. Так писалась благополучная история, в кавычках, в конце 19 века. Но самое удивительное, что это введение находится в резком противоречии с дальнейшим изложением, из которого больше всего яствует, что под благочестивой внешностью обнаруживалась азиатская грубость нравов. На деле московский период русской церкви отмечен глубокими духовными потрясениями, далеко от той ограниченности, которую так часто хотели в нем найти. Политическое торжество Москвы совпадает по времени с первым большим кризисом в сознании русской церкви. И этим кризисом глубоко отмечен. Это соблазн Флоренкийской унии и катастрофа падения Константинополя в 1453 году. Русское сознание оба события восприняты как апокалиптическое знамение, как страшный образ истории православия. Учителя и наставники оказались изменниками православия и за это подвергались агарянскому плену. С самого начала чуткая к историографской теме русское сознание не могло не задуматься над этим знамением, не сделать из него новых выводов. Эти выводы правда были подготовлены. Уже в 14 веке начинается спор между Москвой и Константинополем. Постепенное освобождение Москвы от византийской теории единого царства. Эта теория, которую греческие митрополиты проводили на Руси с первых же дней русского христианства и которые в сущности безоговорочно приняли русские, было в них непоколеблено самими-самыми же греками их соблазнительным, беззаконным и подкупным образом действий по отношению к русской митрополии при святом митрополите Алексии, поставлением на его месте Киприяна и особенно после его смерти произвольным поставлением игумена Пимена, учинившего десятилетию смуту в русской церкви. Зависимость от ослабевшей и своей слабостью развращавшейся Византии становилась все менее оправданной фактами, все более тягостной. Но еще в начале XV века московскому великому князю приходилось выслушивать уроки византийской теократической теории, образец которой мы находим в послании константинопольского патриарха Антония великому князю Василию Дмитриевичу. Святой царь занимает место в церкви. Он не то что другие поместные князья и государи. Цари вначале упрочили и утвердили благочестие во всей вселенной. Цари собирали вселенские соборы. Они же подтвердили своими законами соблюдение того, что говорят божественные и священные законы о правых догматах и благоустройстве христианской жизни. И много подвязались против ересей. Если по Божьему попущению язычники окружили владение земли царя, все же до настоящего дня царь получает то же самое поставление от царства. По тому же чину и с теми же молитвами помазуется великим миром и поставляется царем и самодерством ромеев, то есть всех христиан. На всяком месте, где только именуются христиане, имя царя поминается всеми патриархами, митрополитами, епископами. И этого преимущества. Ибо царство и церковь находятся в тесном союзе и невозможно отделить их друг от друга. Мы знаем уже, как глубоко отразилась эта история в истории Южнославянской империи, буквально завороженных теократической мечтой. С закона послушная Русь веками принимала ее безоговорок, хотя и пыталась иногда ослабить свою церковную зависимость от Константинополя. А если прибавить к этому, что под влиянием тяжелой действительности, монгольской неволи, общей разрухи, к концу XIV века на Руси вообще усиливались эсхатологические настроения, ожидания скорого конца мира. Так, о переводных трудах святого Стефана Пермского, переводившего христианскую письменность на зырянский язык, в Москве говорили, прежде не было грамоты в Терме. Зачем замышлять ее? В исходе 7000 лет, за 120 лет до контины мира. То очевидно, падение империи, измена греков, и особенно место во всех этих событиях Москвы, приобрели важное значение. До этого времени Византия была мирилом православия. Русские могли спокойно строить церкви, монастыри, молиться Богу, развивать свое государство. За всем этим всегда стояла гарантия вселенского византийского православия, несомненность его авторитета. Но теперь исчезла именно мирила, рухнул авторитет. На месте святия, сирить соборнее апостольской церкви Константина Града, теперь уже мерзость и запустение. И вот несомненным стало, что священная миссия Византии перешла теперь к Москве. Геократическая мечта Востока нашла себе новое воплощение. Уже суздальский иеромонах Симеон, очевидец фарентийского падения греков, писал «В Руси великое православное христианство более всех». И московского князя величал благоверным, христолюбивым и благочестивым, истинным православным великим князем, белым царем всей Руси. Надо признать, и об этом хорошо пишет Карташов в судьбе святой Руси, что это рождение русской теократии прошло длительное горнило страданий и борений церковной совести. Нелегко было зачерпнуть исторический авторитет греков. Неизмеримо труднее преодолеть канонический авторитет Матери Церкви. История скрупулезных страданий русской канонической совести в вопросе о самостоятельном поставлении митрополита Ионы в 1448 году, что было равносильно начало автокефалии, представляет одно из выдающихся свидетельств русской канонической добросовестности. Столь же добросовестно высадана была великим князем Василием Васильевичем, неожиданно свалившаяся на него крайне ответственная задача, встать на страже православия, которая пошатнулась в самом его святилище Цареграде и грозила таким образом исчезнуть во всем мире. Русский религиозный миссионизм действительно рождался в эскатологическом напряжении, в смущениях и тревоге. Но события оправдывали его. В 1453 году пал Константинополь. В 1472 году Иоанн III вступил в брак с племянницей последнего византийского императора и двуглавый орел империи законно зареял над Москвой. Наконец, 1480 год ознаменовался окончательным освобождением от татар. Еще раз подтверждалась схема византийских историков о странствующем царстве, ведь Ветхий Рим поколебался в православии и царство перешел в новый. Не наступило ли время нового его передвижения в Москву? Так родилась теория Москвы, Третьего Рима, главным идеологом которой был учительный старец Псковского Ильазарова монастыря Филосей. По его посланиям к великим князям Василию III и Иоанну IV, церковь православная, как апокалиптическая жена, сначала бежала из Старого Рима в Новый, но не там о покое, о бред, соединение ради с латыни на Основном соборе. И о столе Константинопольская церковь разрушится и попрание. Царство же в Паке в Третий Рим бежа и же есть в Новую Великую Русию. «Вся христианское царство снидошится в Твое Едину, яко дворимо подоша, а Третий стоит, а Четвертому не быти. Твое христианское царство и нем не останется, един Ты во всей Поднебесной христианский царь». Но на деле, и здесь мы катаемся подлинной трагедии русской церкви, это торжество теократической мечты, этот взлет национально-религиозного сознания обернулся торжеством московского самодержавия. А в нем были не только византийские черты, но и черты азиатские, татарские. Низвне и изнутри татарская стихия владевала душой России, проникая в плоть и кровь. Это духовное монгольское завоевание шло параллельно с политическим падением Орды. В 15 веке тысячи крещеных и некрещеных татар шли на службу в московскому князю, вливаясь в ряды служилых людей, будущего дворянства, заражая его восточными понятиями и степным бытом. Двухвековое татарское игое еще не было концом русской свободы. Свобода погибла лишь после освобождения от татар. И вот гибель свободы видим мы прежде всего в церкви. Геократическое царство знает только уже одну, неограниченную власть – власть царя. Рядом с ней меркнет образ митрополита или патриарха, все слабее голос в церкви. В 1522 году по приказу Василия Третьего смещается и заточается в монастырь митрополит Барлам. Про его преемника Даниила так говорит офальный боярин Деклемишев. Учительного слова великому князю от него не слышно и не течалуются ни с кем. А прежние святители сидели на своих местах в мантиях и течалывались государю о всех людях. Слабость в церкви особенно сказалась в деле о разводе великого князя с его неплодной женой Соломонией. Против этого незаконного развода выступил Максим Грек и восточной иерархии, приславшая свой голос. Но, повинуясь князю, Даниил насильно постриг Соломонию и обвенчал великого князя с Еленой Глинской, матерью Грозного. С Иоаном Грозным трагедия московского православия достигает своего предела. Старствование Грозного завершает развитие русской теократии. В 1547 году он принял помазание на царство по примеру, как он говорил, греческих царей и прадеда своего Владимира Мономаха и явился первым прирожденным Божьей милостью царем. В 1557 году он получил утверждение этого сана от восточных иерархов. Его царство не началось с памятного, многообещавшего введения, в котором снова, казалось, зазвучал голос церкви. Голос совести, призыв к христианскому строительству. Это время митрополита Макария и Стоглавого собора, время завершения иерусского православия. В его именно национальном самоутверждении время Сильвестра и Домостроя. О том, что это внешнее благосостояние было больше всего именно внешним, мы скажем ниже. Но даже оно было оборвано, когда в 60-е годы наступила страшная реакция. Все государство, покрывшее зловещей тенью опричнины. Победа самодержавия оказалась политой мученической кровью митрополита Филиппа. В 1569 год. Его обличение Грозного было последним всенародным открытым обличением старства церковью. Я пришлец на земле и готов пострадать за истину. Где же вера моя, если умолкну? Но после него церковь как раз умолкну надолго. Его преемники Кирилл и Антоний были уже только безмолвными свидетелями дел Грозного. Где лики пророков, обличавших неправды царей? Где Амбросий, смирившийся Одосия? Где златословесный Иоанн, обличавший царицу златолюбивую? Кто отстоит обидимую братью? На эти вопросы Курбского церковь русская постепенно отучилась давать ответ. При слабом Феодоре Иоанновиче был еще заточен митрополит Дионисий, осмелившийся, правда, уже не только церковно, но и в политическом союзе с Шуйским обличать могущественного Годунова. Но когда 26 января 1589 года патриарх Константинопольский Иеремия торжественно возвел в патриархе митрополита Иова, а через два года пришла в Москву грамота об учреждении в России патриаршества, русская церковь была уже даже не в тяну государства. Она составляла с ним один, заколдованный в сакральный быт мир. Внешне, как мы уже сказали, с московским царством приходит и завершение русского православия, его царственное самоутверждение. Оно прежде всего выражается централизацией, не только церковной жизни, но и самого предания русской церкви. Покорение Москвой уделов соответствовало и своеобразное покорение московским церковным центрам всех местных духовных традиций. Средоточием русской святости должна стать Москва. И вот туда, часто насильно, сводятся святыни из славных и древних городов. В Успенский собор привозится из Новгорода икона Спаса, из Устюга икона Благовещения, из Пскова-Печерска, из Чернигово, мощи князя Михаила и боярина его Феодора. При этом проявляется часто поразительная мелочность местного национализма. Первый владыка, москвич в Новгороде, Сергий, не хотел почтить мощей своего новгородского предшественника, святого Моисея. Иоанн Третий, посетив Хутонский монастырь, унизил мощи преподобного Орлаам перед московскими мощами и был вразумлен грозным появлением подземного огня. Главным вдохновителем и исполнителем этой централизации был митрополит Макарий. В его седях-минеях собраны были все книги, чтомые, которые обретались в русской земле. Житие святых по дням, их памяти, слова на их праздники, многие их творения, целые книги священного писания и толкования на них. Собрание всего этого книжного сокровища многим имением и многими писарями продолжалось около 20 лет. Макарий же приписывается составление степенной книги, обширного сборника, сведений по русской истории. Другим памятником этой эпохи, отражающим завершительную стадию русского православия, остался домострой священника Сильвестра, современника и сотрудника Макария. То книга дидактическая, неописательная, и в ней начертывается теократический идеал, а не изображается повседневной действительностью. Тем важнее отметить ее замысел. Желание все, вплоть до мелочей домашнего быта, уложить в окончательную систему, всю жизнь действительно превратить в обряд. В обряде этом, наравне с несомненно христианским настроением и аскетизмом, прорывается действительно азиатская грубость. Побои, например, становятся одним из главных средств поддержания христианского быта в его благолепии, а также и методом воспитания. Мировоззрение русского человека упростилось до крайности. Даже по сравнению со средневековьем, москвист примитивен, он не рассуждает. Он принимает на веру несколько догматов, на которых держатся его нравственная и общественная жизнь. Но даже в религии есть для него нечто более важное, чем догмат. Обряд, периодическая повторяемость некоторых жестов, поклонов, словесных формул связывает живую жизнь. Не дает ей расползаться в хаос, сообщать ей даже красоту оформленного быта. Ибо московский человек, как русский человек, во всех своих перевоплощениях не лишен эстетики. Только теперь эта эстетика тяжелеет. Красота становится благолепием, дебилость идеалом женской прелести. Христианство с искоренением мистических течений заволжья превращается все более в религию священной материи. Это ритуализм. Но ритуализм страшно требовательный и морально эффективный. В своем обряде, как евреи в законе, москвич находит опору для жертвенного подвига. Но как раз потому, что домострой не описание, а идеология. В самом его появлении можно усмотреть один из признаков того глубоко духовного неблагополучия, подлинного кризиса, который скрывается за внешним благолепием и ладом ладом московской церковной жизни. Не говоря уже о многофисленных недостатках самого церковного общества, духовенства, монахов, мирян, о которых свидетельствует Стоглавый Собор, задуманный Грозным как раз, как исправительный или по слову Лаоровского даже реформационный, о падении образования, об обряда веры, остатках язычества и так далее. Нельзя не отметить брожение умов, перебоя в мысли, тревоги самого церковного сознания. Такое ображение чувствуется уже в XIV веке в новгородской ереси стрегольников, в движении рационалистическом и противо-иерархическом. Еще симптоматичнее в XV веке ересь жидовствующих. В ней своеобразное вольнодумство причудливо сочетается с темными астрологическими интересами. Затем начинается знаменитый спор Осифлян, то есть последователей Иосифа Володского, за волжцами, монахами заволжских скитов, главным идеологом и учителем которых был преподобный Нил Сорский. Внешне этот спор о монастырских владениях, о праве монахов владеть селами, то есть быть имущественным классом в государстве, еще о казни еретиков. На деле конечно сталкиваются два различных понимания самого христианского идеала. В путях русского богословия, Лавровский говорит по этому поводу столкновение двух правд, причем правду Иосифа Володского определяет как правду социального служения. Самого Иосифа, пишет он, меньше всего можно назвать потаковником, и никак не повинен он в равнодушии или невнимании к ближним. Он был великим благотворителем, немощным сострадателем, и монастырские висела, защищал он именно из этих филантропических и социальных побуждений. Самого царя Иосиф включает ту же систему Божьего тягла. И царь подзаконен, и только в пределах закона Божьего заповедея обладает он своей властью. А неправедному или строптивому царю вовсе и не подобает повиноватесе. Но какова бы ни была внутренняя правда Иосифа, система слишком хорошо подходила к тягловому характеру московского государства. Слишком очевидно соответствовала его утилитарной психологии и торжество ее было торжеством уже не правды, а именно внутренней опасности в ней заключенной, психологического подчинения христианству миру сему и его нуждам. С этой точки зрения разгром Завовского движения, несмотря на осложненность всех этих споров политическими мотивами, был подавлением и духовной свободы церкви, не сводимости ее к одному государственному или социальному служению. С забор что жили исконные духовные традиции православия, процессом духовного и нравственного служения христианской личности. и возраст людям и завтра свободы и социальному и совесть. Протест против религиозного насилия, против московского всепожирающего тегла против безостановочного подчинения человеческой личности строительству. Но сильнее всего за всеми этими спорами и перебоями чувствуется постепенный отрыв официального русского православия от творческих традиций своего вселенского прошлого. Освобождение от канонической зависимости от греков оборачивается постепенно недоверием ко всему греческому вообще, в противоположении своего русского православия, своей русской древности православию греческому. В этом смысле знаменитого Стоглавого собора 1551 года, собранного по инициативе Грозного, но больше всего поразившего настроение Макария и Сильвестра. Собор должен был исцелить вопиющие недостатки церковного общества. Замыслом Грозного была, по-видимому, глубокая всесторонняя реформа. Но вот характерно, что ни Грозный, ни участники собора не мыслили этих исправлений как проверки себя по надежным критериям вселенского предания церкви, как творческого обновления их в новых условиях. Греческую веру Грозный не любил и вдохновлялся Западом. Но на его либеральные вопросы собор ответил утверждением старины, именно старины того, что было при предках, не истины. Так в полной неудаче исправления богослужебных книг в вопросе, назревавшем уже тогда, сказалось отсутствие всякой подлинной перспективы сознания укрепителей русского православия. В полуграмотных, неоправданных переводах, утвержденных в беспомощности при определении критерия уже заложена была язва раскола. Здесь сказалось впервые так сильно и ясно, недоверие к мысли и творчеству. Спасение только в неукоснительном сохранении старины. И в этом беспомощном консерватизме открывается весь трагизм, вся глубина московского отрыва от живой православной культуры. Спасением стало соблюдение устава, исполнение обряда. Но обряд из-за непонимания его людьми стал уже самоцелью. Так что даже явные ошибки в тексте, освещенной древностью, оказывались неприкосновенностью, а их исправление опасным для души. Наконец развелась уже и простая боязнь книги и знания. Сами учителя, по словам Курбского, прельщали юнофе трудолюбивых, желавших навыкнуть писание, говоря «Не читайте книг многих». И указывали, кто ума и ступил. Аин в книгах зашелся, а он в ересь впал. Типография в Москве была закрыта. И русские первопечатники Иван Федоров и Петр Тимофеев обвинены в ереси. И потом, при зельного радиозлобления от многих, начальник и священно начальники и учитель удалились в Южную Русь. Сам царь вступился наконец за книгопечатание и снова открыл типографию в 1568 году. И только в свете этого перерыва творческой богословской традиции можно понять все роковое значение той первой встречи с Западом, которая происходит в России одновременно с торжеством Московского царства. Роковым было в ней то, что это не была свободная встреча, свободный спор. А или замена византиизма западным влиянием, или же огульное отвержение всего Западного, как чумы. Национальное самоутверждение Руси совершалось против Византии. Но с ним отвергалось и вселенское православное наследие. Начиная с Ивана Третьего, в придворных кругах начинается настоящее увлечение Западом. Брак Ивана Третьего с Софией Палеолог, официально делавший Москву наследницей Византии, на деле открывал дверь итальянскому возрождению с ложным и противоречивым западным влиянием. Западником был и Василий Третий, а его доктор Николай Немчин вел даже переписку о соединении церквей. Характерно, что когда в Новгороде при просвещенном митрополите Геннадии начали новый перевод Библии на славянский язык, решающим оказалось влияние не греческого текста, с которым вообще и не справлялись, а латинской вульгаты. Вообще, при Геннадии мы наблюдаем целое движение латинского стиля в Новгороде. Столь же очевидно, что и в известном деле дьяка Висковатого речь шла именно о западных нововведениях в иконописи. Висковатый не принимал нового стиля московских икон, а в них как раз и начинало чувствоваться влияние западных образцов, особенно гравюр, преобладание аллигоризма, рассказа над символическим и эротизмом, византического и древнерусского канона. И, наконец, особенным трагизмом веет от осуждения преподобного Максима Грека в 1521 году. Максим сам долгое время провел на Западе и прошел сложный духовный путь. Но в России он оказался защитником именно отеческой традиции, творческих преданий христианского Востока. Повторяем, роковой была не встреча с Европой, а несвободный характер этой встречи. Если от Византии Москва ограждалась своей стариной, то этот же эффект сознания в конечном итоге противопоставила и Западу. На увлечение Западом наверхах церковь ответила анафемами. Но не западным ересям, а самому Западу. За то, что он, Запад, присмешивав несущественность с несущественным, обрядово-религиозный взгляд простирался и на обыкновенные житейские вещи и обычаи. Все свое русское казалось православным, все чужое еретическим и басурманским. Русские носили бороду, и борода стала существенным признаком принадлежности к православию, а бородобритие к латинской ереси. Стоглав определил над бородобритыми ни отпевания, ни сорока уста, ни творити, ни просворы, ни свечи по ним в церковь не приносить. С неверными да причтеться. При такой психологии свободная встреча, свободный спор оказывались невозможными. Или испуг, или слепое поклонение. Эти два полиса русского отношения к Западу сохранятся надолго. Когда при Годунове послали за границу несколько молодых людей для науки, а они уже не вернулись домой, остались на Западе. Изменили православию. И подобно тому, как было в костеневшей Византии последних веков, в московском царстве святость, дыхание духа, который дышит где хочет, уходит постепенно в леса, на окраины, на периферии. Это эпоха северных подвижников в борьбе с дикой и немилостивой природой, обретавших внутреннюю свободу. Святой Александр Свирский, Корнилий Камельский, Макарий Калязинский, Савватий, Зосима, Герман Соловецкий, Антоний Сийский, Нил Столбенский. Этот список имен можно было бы продолжить. Святость не оскудевает. Святая Русь продолжает расти параллельно с Руссией великодержавной. Только смешивать их не следует. Не умирает и настоящая жажда святости. Может быть именно тогда, в эпоху огрубения, понижения нравственного уровня, отрыва внешнего благочестия и благолепия от их нравственного и богословского вдохновения, единственным ощутимым идеалом всего общества становится одна абсолютная святость. В мире можно поддержать, охранить, зафиксировать христианские обличия. Но так очевидно, что мир возле лежит. И само его христианское обличие, все это благовлепие быта, обряда, формы, в конечном итоге исполнено одного призыва к совершенному уходу, какой-то запредельной свободе, к исканию нового неба и новой земли, в которых живет правда. Тогда, в эпоху этого государственного тягла, зафиксированного быта, статической, тяжелой сакральности созревает в России тип странника, бродяги, вечного искателя духа и правды, свободного, свободой полного отрешения, но в ней, обретающего единство с людьми и природой, за Русью парадной, самодовольной, бытовой, рождается другая, безбытная, легкая, вся озаренная видением иного идеального мира, любовного, справедливого, радостного. Этот духовный максимализм не восстанет против церкви, ничего в ней не отрицает, напротив, живет от нее получаемой благодатью, но создается опасная привычка отделять в церкви объективное, то есть саму благодать от ее носителей, от самого церковного общества. Русский человек верит в необходимость священника как совершителя тайн, но перестает жаждать от него чего-либо другого, научения, руководства, нравственного примера, да и что можно было ждать от духовенства при полном отсутствии школы, при все растущей зависимости от своей паслы, бедности, забитости и грубости. Достаточно прочитать правила стоглавого собора о белом духовенстве, чтобы убедиться в падении его уровня в московскую эпоху. Попс перестает быть главой, отцом, пастырем, общиной, чтобы стать требоисправителем. И потому не у официальной иерархии ищут живые души утоления своей духовной жажды, духовного руководства, а у старцев, святых, отшельников. Церковь, общество выпадает из самого церковного сознания. Остается грешный мир и в нем источники благодати, отдельные центры, прикоснуться к которым становится заветной мечтой. Духовная жизнь уходит все глубже в некое подполье, становится таинственной подземной рекой, никогда не оскудевающей в России, но все меньше влияющей на жизнь государства, общества и в конечном итоге самой церкви. В истории русского православия московский период знаменует не органическую эпоху, а глубокий перелом, кризис, разделение. В свете этого кризиса нужно толковать и 17 век, последний век до Петровской Руси. Он начинается со смуты, кончается Петром. Его часто противополагали следующие эпохи, как темный фон великих преобразований, столетие стоячее и застойное. Такой характеристики правды очень немного. Да, еще многие живут в это время постареннее обычаю. У многих даже чувствуется обостренная потребность всю жизнь заковать в некий торжественный обряд, освященный, если и не священный. Но о нерушимости отеческих устоев и преданий резонировать и беспокоиться начинает обычно именно тогда, когда быт рушится. И вот в бытовом пафосе 17 века чувствуется скорее это запоздалая самозащита против начинавшегося бытового распада, упадочное бегство в обряд, нежели непосредственная целость и крепость быта. В 17 веке вскрывается и обнажается кризис московского православия. Путь Москвы оказывается тупиком. Тупик же делает неизбежной Петровскую ломку. Две главные темы определяют собой жизнь русской церкви в 17 веке. Это встреча с западом через киевское православие с одной стороны, раскол старообрядцев с другой. Обе имеют огромное историческое значение. Первая возвращает нас к той киевской митрополии, которая осталась, как мы видели, за чертой московского православия в 14 веке, в момент начинавшегося собирания земли русской вокруг Москвы. Это разделение русской церкви на две митрополии объясняется в первую очередь политической причиной. Соперничество между Москвой и Литвой за центральное место в государственном собрании. В 14 веке Литва была фактически русской землей и могла претендовать не хуже Москвы на собирание уделов. Отсюда стремление литовских князей завести своего, независимого от Москвы митрополита, который и увенчается в конце до 15 века успехом. Но еще раньше, благодаря браку Ягелло с Ядвигой Польской в 1386 год, литовское княжество связывается сначала в личной унии с Польшей, а затем, после последнего взлета литовской независимости при Витовке в 1398 год, уже и в окончательном государственном неединстве. А это значит, что в середине 15 века юго-западная митрополия оказывается под властью римско-католических королей в непосредственном контакте сначала с католицизмом, позднее с протестантизмом, под непосредственным и очень сильным натиском инославия. Историю этой трагической борьбы описывать здесь невозможно. Трудно себе представить, что они более отдаленные от подлинного единства церкви, чем то, что тогда проводилась огнем и мечом, осуществлялась в лжи и насилии, на века надламывала народную душу, отравляла христианство стихийной ненавистью и называлась унией, то есть соединением. Брест Литовской унии 1596 года, после которой начинается период кровавого гонения на православие в Галиции, в Литве и на Волыне, зловещий образ Эссофата Концевича. Есть достойное завершение Византийской унии, стоит только разницей, что эти последние, благодаря турецкому игу, оказались эфемерными, а Брест Литовская на много веков вперед отравила ненавистью, разделениями, раздорами юго-западное славянство. Настоящие гонения на православие вспыхнули здесь еще в 20 веке, но эта история отмечена и другим. Когда к концу 16 века почти вся православная иерархия оказалась соблазненной унией, вернее же правами католических польских епископов и имениями, защиту православия взяла на себя с одной стороны православная интеллигенция, с другой же сам церковный народ. В окружении влиятельного князя Острожского создался первый культурный центр, была основана высшая школа. Православие защищалось терром и книгой. Сюда бежали из Москвы князь Курбский и русский первопечатник Иван Федоров. Здесь была напечатана знаменитая Острожская Библия в 1580-1881 годы. Правда, здесь спорили больше с усиливавшимся в то время в Польше и Литве протестантизмом. Но важен уже сам этот замысел культурного делания в православии. Это первый очаг славяно-греческой традиции. И все же перед лицом страшного натиска иезуитов, начинающихся в 80-е годы 16 века, они были посланы в Польшу для борьбы с протестантами. Решающим оказалось сопротивление народа, нашедшее свое выражение в братствах. Патриарх Иоаким Антиохийский во время своего проезда через Россию в 1586 году дал грамоту древнейшему львовскому братству. Оно могло обличать противных закону Христа, даже отлучать от Христа, обличать самих епископов. За Львом возникли братства в Бильне, в Могилёве, в Полоцке и других городах. После Брестского собора именно братство становится опорными точками литературной полемики и богословской работы. Братство организуют школы, открывают типографии, издают книги. В 1615 году возникает знаменитое Киевское братство, и при содействии казаков открывается братская школа. Тут и создается главный центр юго-западного православия. Но если первым влиянием здесь были влияния византийской традиции, очень скоро она стала все сильнее смешиваться с влиянием западным. Борясь с латинством, по необходимости обращались к западным книгам. Новое поколение проходило уже вполне западную школу, привлекало к западным латинским пример флоровский. И весь смысл, все значение этой киевской главы в истории православия в том, что именно тогда православное богословие во имя защиты православия от прогрессивной унии само постепенно вооружилось западным оружием, постепенно православную традицию переложило в латинские схоластические категории. Решающим оказалось влияние знаменитого киевского митрополита Петра Могилы в 1633-47 годы. Это был убежденный западник, западник по вкусам и привычкам. И в Киеве, в противовес братской славяно-греческой школе, он основал уже вполне латинопольское училище, вскоре поглотившее братство. Программа этой школы была взята из иезуитских школ и преподавали в ней учителя, прошедшие польские и иезуитские коллежи. Здесь вопрос о православии и католичестве превратился в вопрос всего лишь о юрисдикции. Разности веры эти защитники уже не чувствовали, вернее весь склад их собственного ума был уже всецело латинский. И главный богословский памятник этого движения, православное исповедание, надписываемое обычно именем могилы, было исповеданием в сущности латинским, по латыни оно было и написано. Оно отвергало, правда, папский примат, но весь дух его был католическим. С могилой же начинается проникновение латинских формул и теорий и в православное богослужение. И вот в истории русского православия необычайно важной оказалась привычка ему этого украинского барокко, еще до Петра Великого и его окна в Европу, поставившая все русское богословие, всю русскую духовную школу в зависимость от Запада. Западно-русский монах, выученный в школе латинской или русской, устроенный по ее образцу и был первым проводником западной науки, призванным в Москву. Отцами нового русского школьного богословия были два очевидных латинника Симеон Полоцкий и Паисий Легорит. В самой Москве появляются иезуиты, и спор о времени приложения святых даров, возникающих в 70-е годы в Москве. По самой своей теме типичный западный спор. Первая школа открывается в Москве по образцу киевских, и когда наступит Петровская реформа, русская богословская наука будет уже западнической. Церковь не смогла ничего противопоставить этим влияниям. Еще раз, это была не свободная встреча православной традиции с Западом, это было завоевание латинизмом невооруженного православия. Об этом же кризисе предание свидетельствует трагическая история раскола. Главной причиной его был вопрос об исправлении церковных книг. Но за этим вопросом в церковном основании стояли более глубокие вопросы и сомнения. Со смутным временем кончилась изоляция московского царства. Оно оказалось на перепуте или даже на распуте. Встречи с иностранцами, учитившиеся и укрепившиеся связи с Киевом, с Востоком, а также с Западом, непосредственно настоятельно требовали приведения в порядок собственного церковного хозяйства, будили мысль, скрывали одностороннесть, недостаточность, незащищенность московских преданий. Особенно остро в связи с книгопечатанием стоял вопрос о богослужебных книгах. В рукопитях было слишком много разночтений. По каким спискам печатать? Книги литовской печати вызывали сомнения в православии. Русские оказывались испорченными и противоречивыми. При Михаиле Федоровиче несколько раз споры дошли до острых разрывов и осуждений. Таково осуждение 1618 года троицкого архимандрита Дионисия, исправлявшего требник. Уже в странности этого процесса чувствуется неблагополучие, встревоженность церковного сознания. С устроением Алексея Михайловича реформаторские настроения усиливаются при дворе. Это время усиления в Москве киевского влияния, наплыва в Россию западных людей. Но особенно следует отметить восстановление тесных связей с православным Востоком. При Алексея Михайловиче мы несколько раз видим в Москве восточных патриархов. Они участвуют и в деле Никона, и в осуждении старой веры, с ними ведется деятельная переписка, русские люди посылаются на Восток, и вот как ни странно, эти новые связи с греками оказываются одним из источников раскола и смуты. В конце концов, книги было решено исправить по греческим образцам. Этот греческий мотив исходит от царя и близкого к нему кружка ревнителей. Но в том-то и вся трагедия, что принимая греческое, в Москве уже не разбирались в качестве этого греческого. Очень часто испорченного, не менее русского. Что вся права шла при полном отсутствии культурной и богословской перспективы. И слишком часто авторитетами оказывались подозрительные выходцы с Востока, искавшие в Москве милостыни или наживы, и случайно попавшие в учителя. Исправление книг было вдохновлено не столько возвращением к духу и истине православного бога поклонения, сколько стремлением к единообразию и часто легкомысленным грекофильствам. Особенно роковой оказалась роль патриарха Никона. У него была почти болезненная склонность все переделывать и перелагать по гречески, как у Петра впоследствии – страсть всех и все переделывать по-немецки или по-голландски. Их родни также странная легкость разрыва с прошлым – это неожиданная безбытность, умышленность и надуманность в действии. Слишком много было сразу же наложено проклятий и анафем, слишком все проводилось приказом и указом. Но что еще хуже, греческие книги, напечатанные в Венеции, – оказывались часто подозрительными, латино-мудрствующими, как и киевские здания Петра могилы. Это не значит, что правы были ревнители старой веры, а вакуумы ему подобные. Но их смущало это огульное отрицание всего старорусского чина и обряда. Это равнение по подозрительным книгам киевлянам и не менее подозрительным грекам, многие из которых действительно учились в Риме и для этого на время принимали даже латинскую веру. Именно тут Раскол приобретает всю свою трагическую глубину, как спор об истории и особенно осмысливании русского православия, о судьбах христианского царства. В простой форме тревогу Раскольников можно выразить так. Если все это священное и святое московское прошлое, если Третий Рим – последний оплот и надежда православия оказывается, как утверждают новаторы, повинными в стольких ошибках и извращениях, почти в отпадении от истины, например, Двуперсия, собор 1656 года осудил как нестарианское, то не значит ли это, что истории приходит конец и близь Раскол есть антихрист. Совсем не обряд, но антихрист есть тема и тайна русского Раскола. Весь смысл и весь пафос первого Раскольничьего сопротивления не в слепой привязывости к отдельным обрядовым или бытовым мелочам, но именно в этой основной апокалиптической догадке Раскол есть ничто иное, как расплата за московскую мечту о священном быте, о совершенном воплощении в истории на земле подлинного царства последнего и еще глубже расплата за коренной антиисторизм византийской теократии, отвергшей христианство как путь и творчество, захотевшей остановить историю в вечном повторении одной всеобъемлющей материи. Здесь скрылась и максимализм этой теории и ее ограниченность. Ведь все православие измерялось по внешнему, по ритуалу и словам. Спор ни разу не вышел из этой удушающей обрядовой казуистики. В известном смысле Раскол действительно оторвал от церкви ее лучшие силы, те, для которых уклад и быть не были самодавляющими ценностями, но проявлением внутреннего максимализма в понимании христианства и его применении к истории. Эти люди жили целостным замыслом о христианском мире. Не их вина, что сам замысел этот, и в поздней Византии, особенно в Москве, оказался отрезанным от живых источников, от творческого вдохновения ранней церкви, суженным до титикона и домостроя. Но их противники неприданием и неистиной питали свою реформу. Новые книги оказались лучше старых, исправнее, осмысленнее. Но иерархия так легко, без углубления в самые источники веры и учения церкви, принявшие эту реформу, слишком легко примет и другие реформы. Лишь бы они исходили от власти, были сделаны по высочайшему изволению. Раскольники противились не столько церкви, сколько царству. Но во имя той теории царства, которая, как бы она ни мельчала и ни сужалась, видела, хотела видеть в нем царство, служащее Христу. Их же противники уже почти не чувствовали эту надвигавшуюся метаморфозу христианской теократии и абсолютизма. Таким образом, вопрос о соотношении церкви и царства снова обостряется в XVII веке. От патриотического служения патриарха Гермогена и Троица Сергиевой Лавры в смутное время, через своеобразный папоцаризм патриарха Филарета до Никона и Раскола. И все сильнее чувствуется, что началось перерождение государства, что стало меняться его самосознание. Даже тишайший царь Алексей Михайлович, приносящий от имени царства покаяние перед мощами святого Филиппа, по существу уже далек по своей психологии от византийского и древнерусского теократического самосознания. В Москву все очевиднее проникает атмосфера западного абсолютизма. Разрыв Никона с царем в каком-то смысле повторяет в России западный спор о соотношении царства и священства. Этот спор о власти прежде всего. Но, может быть, именно раскол делает неизбежным торжество абсолютизма при Петре Великом. Спор о значении, об оценке Петровской реформы, есть, можно сказать, основной русский спор. И это также больная и острая тема для русского церковного сознания. Правда, теперь уже не будет никто защищать духо церковной реформы Петра, кинодальное строя русской церкви, оберпрокурора и ведомства православного исповедания. Но остается глубокий, за другими часто скрывающийся вопрос об общем смысле синодального периода и в истории православия. В пределах этой книги ответить на него мы можем только попытавшись свести этот ответ к неизбежно упрощенной схеме. Для научного ответа еще не настало время, жизненный ответ даст одно будущее. Вряд ли кто будет спорить о том, что реформа Петра была прежде всего резким перерывом теократической традиции, сознательным и всесторонним переходом на западную установку сознания. Это было воцарение в России западного абсолютизма. Обычно Петра и его преемников вообще весь петербургский период обвиняют в отнятии у церкви свободы и самостоятельности. Но свободной в современном смысле слово церковь не была со временем Константина Великого ни в Византии, ни в Москве. И все же не будучи свободной, она тем не менее была отличной от государства, ни от него зависела в самом своем бытии, устройстве, жизни. Как бы далеко не заходили нарушения симфонии, они всегда оставались именно нарушениями, рано или поздно признававшимися таковыми, православив, например, самим государством. А это так потому, что государство признавало над собой высший закон, христианскую истину, хранительницей которой была церковь. Западный абсолютизм, родившийся в борьбе против церкви, как раз отрицает за ней всякое право быть совестью государства, сжимает ее в тесные рамки обслуживания духовных нужд. Причем сама же определяет эти нужды и как их обслуживать. В своем попечительном вдохновении полицейское государство неизбежно оборачивается против церкви. Государство не только ее опекает, государство берет от церкви, отбирает на себя, берет на себя ее собственные задачи, берет на себя безраздельную задачу попечения о религиозном и духовном благополучии народа. Если затем доверяет или поручает эту заботу снова духовному чину, то уже в порядке и по титулу государственной делегации. И только в пределах этой делегации поручения церкви отводится в системе народно-государственной жизни свое место, но только в меру и по составу государственной полезности и нужды. Канонический синод был признан восточными патриархами и сакраментально-иерархическая структура церкви не была повреждена. Поэтому острота реформ не в канонической ее стороне, а в той психологии, из которой она вырастает. Через учреждение синода церковь становится одним из государственных департаментов, и до 1901 года члены его в своей присяге величали императора крайним судьей духовной сей коллегии. И все его решения принимали своею Остарского Величества, данной властью, по указу его императорского величества. Психология эта лучше всего выражена в духовном регламенте знаменитого Феофана Прокоповича. Он переносил в Россию все основные принципы протестантизма. Его понимание взаимоотношения церкви и государства, в котором церковь, видимая или земная, в ту эпоху мыслится именно религиозной проекцией самого государства. Этой коренной основоположной лжи Петровской реформы русская власть не осознавала и не отвергала фактически до самой революции 1917 года. В ней основная двусмысленность отношений между церковью и государством, отравившая одинаковое государственное и церковное сознание. Ибо надо подчеркнуть, что русская церковь по существу, по совести, не приняла Петровской реформы. Для нее император остался помазанником Божиим, а само это помазание, она продолжала воспринимать в категориях византийской или московской теократии. Царскую власть государство и церковь воспринимали поэтому по-разному и сходили по отношению к ней из почти противоположных предпосылок. Византийским помазанием на царство, то есть посвящением земного царя в служение царя христианского, а с этой точки зрения византийское меропомазание теоретически есть ограничение, а не абсолютизация царской власти. Русская церковь помазывала теперь западный абсолютизм. И на один день блестящий гвардейский офицер по божественному праву крови и наследства, бывший неограниченным хозяином миллионов людей, действительно являлся византийским василевцем или московским царем. В сакральном облачении с крестом на голове снова как икона священного христианского царства. Эту икону видели в нем всегда – церковь и народ. Но начиная с Петра, ее не чувствовало само государство. Напротив, оно целиком было построено на принципах западного абсолютизма. И вот эта разница между отношением государства к церкви, ведомства православного исповедания и отношением церкви к государству, помазание Божий, составляет главную ложь синодального периода. В Византии и в Москве церковь и государство говорили на одном языке, жили в тех же измерениях сознания. Поэтому, несмотря на все подчинение церкви государству, церковь сохранила огромный авторитет в жизни государства сверху до низу. Теперь, благодаря различия языков и сводимости мироощущения, церковь приобретает оттенок какого-то анахронизма, остатка древностей, не только внешняя, но именно внутренняя, психологически, ее теократическая идеология мешает ей слишком долго просто ощутить свой план в чужом ей мире, осознать всю ложь своего подчинения неправославной по всем своим корням империи, захотеть свободы, признания и уже совершившегося факта отделения церкви от царства. И тогда остается молчаливый истук, законопослушность. Духовенство в России из Петровской эпохи становится запуганным сословием, отчасти оно опускается или оттесняется в социальные низы, а на верхах устанавливается двусмысленное молчание. Лучшее замыкается внутри себя, уходит во внутренние пустыни сердца. Это запутанная скованность духовного чина, если один из самых прочных итогов Петровской реформы, и в дальнейшем русское церковное сознание развивается под этим двойным торможением, административным приказом и внутренним испугом. Но и под этим, ставшим до конца чуждым государственным прессом, жизнь в церкви не замирает и в синодальный период. Вопреки очень распространенному убеждению, никак нельзя считать временем упадка, оскудения духовных сил, какого-то вырождения. Слишком часто забывает, во-первых, о большой и глубокой культуре, которая, в отличие от московской эпохи, создается постепенно в церкви в эти века. Эта культура начинается, правда, с сильной прививки западных влияний и традиций. Сам Петр в своих церковных преобразованиях опирался на киевлян и ими заменил великорусских архиереев. Поэтому русская духовная школа до 1750 года была открыта 26 семинарий, оказалась школой латинской по языку и по духу преподавания. И нет сомнения в том, что это перенесение латинской школы на русскую кочу означало разрыв в церковном сознании, разрыв между богословской ученостью и церковным опытом. Молились ведь еще по-славянски, а богословствовали по латыни. В церковно-богословском опыте русской церкви это богословское западничество, конечно, сыграло роковую роль. И все же после темноты, после перерыва всех школьно-культурных традиций, в этой школе впервые возвращались в церковь умственная дисциплина, возвращались в просвещение, вдохновение, творчество. Развитие русского богословия посвятил целое исследование про киеве и флоровские. Здесь нет места для перечисления хотя бы имен. Одно важно. Пускай через запад, через латинские или немецкие книги, но в православии оживала снова забытая великая традиция мысли, традиция бескорыстного искания истины аскетического ей служения. В культурных кругах наша духовная школа имела и имеет дурную репутацию. О ней судили по очеркам Бурсы Помиловского. По Варнаве Протовостенскому или Ракитину семинарщина стало одиозным словом, но в надвигавшемся со всех сторон обскурантизме, снижении всех уровней, огрубении всех традиций, эта духовная школа, бедная и забитая, презираемая и часто немощная, оживает как один из славных очагов русской культуры и в истории православия заслуги ее велики. Научный уровень и научная свобода профессоров русских духовных академий, святых академий, по слову митрополита Антония Храповицкого, ни в чем не уступали уровни западноевропейских и русских светских ученых, а очень часто и превосходили его. Это богословие составило школьным, оставалось заслуги его больше в истории, в философии, вообще скорее в подготовлении поданного богословского возрождения. Не оно дало и митрополита Филарета и Несмелого. В начале 20 века русское богословие было накануне настоящего творческого расцвета, возрождения во всей ее стиле, вселенской традиции православия. Но пришла революция. Синодальный период отмечен также и несомненным возрождением монашества в России и новым расцветом святости. 18 век озарен образом святителя Тихона Задонского. 1724-1882 годы. Начало 19-го удивительным светом преподобного Серафиме Масаровского, старцами Оптиной пустыни и несколькими еще центрами духовной жизни. Здесь уже совсем отчетливо возрождаются древние, наивечно юные традиции православия. Является вся сила непрекращающегося золок почестем горнего звания. За официальной, сложной, трагической историей петербургской России мы видим снова и снова другую, никогда не прекращавшуюся историю медленного собирания духа, стяжания благодати, просветления потерневшего человеческого образа, неизреченную славой первообраза. Свести историю России к истории ее культуры, к политической борьбе, к общественному движению, к экономическому развитию и забыть этот полюс святости, притягивающий к себе стольких людей и совсем не из одного в просто народе. Это постепенное, но такое вдохновляющее внутреннее освобождение православия от своей казенной судьбы. Значит проглядеть что-то самое существенное в духовном пути России и всего православия в судьбоносном 19 веке, когда уже поднимался занавес над свершениями 20-го. Действительно, мы не можем не видеть, что история России была трагедией и что именно этот трагизм делает ее такой значительной на историческом пути православия. Когда мы думаем о русской культуре, о великой русской литературе, прежде всего, мы не можем не признать, что Петровское обращение к Западу было не только неизбежным, но и необходимым. Только в этой свободной встрече с миром Россия стала сама собой, выросла весь свой рост, нашла свое призвание, а призвание это преодолеть тот страшный разрыв между Востоком и Западом, начинавшийся в эпоху Средневековья, который составляет главный грех христианского мира. В России много спорили о Востоке и Западе, но на деле сама собой Россия являла ту давно выпавшую из европейского сознания истину, что само это противоположение ложное, больше того греховное, ибо есть ложь на изначальное единство христианского мира, духовная история которого восходит к чуду Пятидесятницы. Все лучшее, что создала Россия, было результатом внутреннего примирения восточного и западного, то есть всего истинного и неумирающего, что вырастало в ней из византийских семян, что прорасти могло только включившись снова в общую историю христианского человечества. Европа нам мать, как и Россия, вторая мать наша. Мы много взяли от нее и опять возьмем и не захотим быть перед ней неблагодарными. Это не западник сказал, а это по ту сторону западничества, как и славянофильство. На вершине мудрости, на пороге смерти, пишет Достоевский. Последнее упование его – миссионизм, но миссионизм в существе своем европейский, вытекающий из ощущения России, как некой лучшей Европы, призванной Европу спасти и обновить. Пусть упование это было несправедливым, но люди, хранившие такую веру, не обращались лицом к Востоку, они обращались к Европе, веруя, что в Европе воссияет восточный, то есть русский, то есть обновленный европейский свет. Они еще не знали только, что пророчество свое, в меру его исполнимости, исполнили они сами. Русская литература родилась от западной прививки, началась в подражании западной. Но великой мировой литературой, и больше, чем только литературой, для современного христианского сознания, она стала, лишь перестав быть западной или восточной. И тем яснее открывался ей христианский корень, чем она больше становилась просто русской. Здесь каким-то таинственными, не до конца изученными еще путями, изначальное христианство православное, вдохновение России, оказывалось душой, совестью, глубиной этой дворянской западнической культуры. Больше того, то, что ее одно восточное православие открыло, почувствовало, узрело в мире, в человеке, в жизни, стало источником и новых глубин, и новых откровений в русской литературе. Тот человек, о котором говорит эта литература, и к которому обращена, есть человек христианский, не в смысле его нравственного совершенства, а в смысле той глубины, того освещения, в которых она его чувствует и описывает. Так капитанскую дочку прозрачного классического Пушкина Федотов называл самым христианским из всех литературных произведений. Не случайно для самых русских в 19 веке литература становится постепенно больше, чем только литературой. И на одной стране писатель не платит, так часто ни в одной стране, за свое искусство, своей кровью, своей жизнью, как именно в России. Русская мысль также рождается из западных влияний. Уже давно известно, что не только западничество, но и славянофильство в России есть плод немецкого идеализма, Гегеля и Шеллинга. Но и здесь превращает ее в нечто большее, чем только подражательная философия. То, что идет уже из глубин православной памяти, и западные схемы наполняют внезапно новым содержанием, новой силой. От Хомякова, которого Самарин назвал учителем церкви, до русских философов и богословов 20 века. Ее темой все очевиднее становится вселенская истина православия. Не византизма, не Востока, а именно всеобъемлющего последнего христианского синтеза. И это не головная схема. За ними, как мы уже сказали, все сильнее разгорается свет духовного возрождения в самой церкви, возвращение самого церковного сознания к живым и вечным источникам своей веры. Да, в России начинался выход православия из своего восточного уединения, возрождения в нем самом, того вселенского духа, вне которого оно не православие, а православный быт. Не вечный ответ миру на его тоску, надежду и стремление, а уход от этого мира в уютные душевные тупики. Не трагедия ли в том, что этот путь России не единственный путь? В том, что на деле с каждым веком, с каждым годом нарастало в ней и то страшное раздвоение, которое завершилось торжеством большевизма. И снова много спорили о западных или восточных истоках зла. Думается, что всякое упрощение здесь неуместно. Никогда, кажется, не открывалось так связано с всего в истории сплетение причинности и свободы, добра и зла, как в нарастании русской катастрофы. А также конечная уверенность всего именно в самой глубине там, где совершается духовный выбор. В России одновременно с нарастанием света шло и нарастание тьмы. И есть страшное предостережение, суд и напоминание в том, что тьма оказалась сильнее. На историческом пути православия, сейчас русская глава, конечно, завершающая, последняя. Тут православие снова стало историей. Осознанно было как путь и задача, как творческое вдохновение жизни. Путь оказался оборванным. Начинается новая глава в истории православной церкви. Ими нужно мерить и прошлое. Они свидетельствуют о том, что непреодолим, вечно живым, вечно побеждающим мир, лежащий возле, пребывает только то, что укоренено в безраздельной верности Христу. Заканчивая этот беглый очерк исторического пути православия, мы не собираемся подводить итогов. Путь не окончен. История продолжается. А пока она продолжается, для христианина не может быть окончательного итога. А одно только хочется прибавить. Для слишком многих история церкви есть соблазн, и они избегают ее, боясь разочарований. Боюсь, что и в этой книге они найдут и соблазны, и разочарования. В истории православия, как и в истории христианства, вообще немало падений человеческих грехов. Я не хотел скрывать их, потому что верю, что вся сила православия в правде, и потому еще, что различение духов в прошлом считаю условием всякого подлинного церковного делания в настоящем. Неспособность оценивать прошлое, различать в нем истину от только прошлого. Предания до неразличимости смешиваются со всевозможными преданиями, которые сами требуют еще своей оценки в свете вечной правды церкви. Частичнее, одностороннее, даже извращенное, выдается подчас за суть православия. Весь грех абсолютизации прошлого, который неизбежно приводит к обратной крайности – модернизму, то есть в сущности к отказу вообще от прошлого, принятии в качестве единственного мерила современности, науки, нужд текущего момента. Но как одно охранение православной внешности не способно скрыть глубокого кризиса в современной православной церкви, так и модернизму не изменить ее. Единственный выход всегда в обращении к самой истине церкви и через нее – к овладению прошлым. В нем находим мы и вечные предания церкви, но также и бесчисленные измены ему. Православное сознание всегда исторично, всегда включает в себя прошлое, но никогда не рабствует ему. Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. И сила церкви не в прошлом, настоящем или будущем, а во Христе, который прибудет с нею до скончания века, чтобы каждый из нас мог в нем и с ним найти смысл жизни по молитвам, а вкладывать в них душу. Пусть сначала будет небольшая молитва, а потом привыкнем и будут сами уста молиться. Мы даже не представим себе, как можно не молиться. Молитва, дыхание, жизнь. Вот теперь нам странным кажется, как можно, находясь в обществе, в молитве. Тут толкотня, спешка, о какой молитве можно, мол, говорить. Если уйдешь из дома помолять, то будешь и находясь в обществе молиться. И твой один молитвенный сдох в обществе, ведь может оживить тысячи людей вокруг тебя. В обществе, как нигде теперь, нужно молиться. Тогда и общество наше станет лучшим. Научившись молиться дома и в обществе, мы будем и в храме молиться. В храме будет завершение нашей молитвы. Без домашней молитвы, без молитвы в обществе и в храме нет молитвы. А мы хотим за тот час, пока мы здесь, исполнить свой молитвенный долг. Постоянно молитесь, учит апостол. Нужно только сознание, что молитва наша должна исправить наше положение, очистить воздух, послужить делу воскресения. Молитва должна быть теми ароматами, которые нестижены мироносицы, как гробу Христову. Тогда и нам послышится голос. Что вы ищете живого с мертвыми? Христос воскрес! Христос воскрес, и мы воскреснем. Только это придет не механически, не без наших усилий. Нам самим нужно трудиться для своего воскресения. Христос воскрес, проложим путь воскресения. Но мы сами добровольно должны пойти путем воскресения. Кроме молитвы должны быть и дела. Как когда-то в хороших монастырях было. Молитва, потом дела. Молитва и дела. Дела и молитва. А какие у нас дела? Все дела наши направлены на достижение материального изобилия. А это нас не спасает ни от морального разложения, ни от того, чтобы сохранить достижения наших предков. Памятники старины разрушены. Даже кладбище, места захоронения наших человеческих останков порой бывает обезображены. Проходишь иногда мимо кладбища, смотришь. Крест выбросили и куда-то отбросили. Ограду разворотили. Направляется все, как будто на то, чтобы не воскресать, а еще более все губить. Только в сознании того, что есть воскресение из мертвых, можно делать на пользу. Только когда делаешь для воскресения, только тогда будут дела не по разрушению, а по созиданию. Воскресение из мертвых придет не только когда-то, а оно сейчас должно прийти. Что ты сделал для воскресения из мертвых? Такой вопрос почаще нужно ставить себе, когда воскресение из мертвых не будет тебе казаться сказкой, а будет единственным смыслом жизни. Ибо если не будет воскресения из мертвых, ничего не будет. Мы будем жить для того, чтобы унавозить почву. Да и навоз-то от нас стал плохой. Земля отказывается рожать. Потому что она тоже хочет воскресения. Как и апостол сказал, вся тварь мучается, ожидая своего освобождения. Что же нам делать? Начнем с семьи. Приобщил ли ты своих детей к Богу, окрещен ли они у тебя? Воспитываешь ли ты их в христианском духе? Или только кормишь, одеваешь и думаешь, что на этом все? А ведь замечено, что те дети, которые находятся в хороших материальных условиях, а они-то больше других являются разрушителями, хулиганами. Мы смотрим это сквозь пальцы. Но пальцами не закроешься от тех ужасов, которые грядут. Есть случаи, когда дети убивают своих родителей. Вот к чему ведет только материальная обеспеченность. Душа человеческая, душа, дух, ее не накормишь хлебом, картошкой. Ее нужно кормить тем, что дух требует. И прежде всего, душе нужно воскресение из мертвых. Ведь преступление от того и делает, что спешат до смерти насладиться. Там, мол, ничего нет. А когда будут знать, что там все есть, и добро вознаградится, а зло накажется, тогда будут удерживаться от преступления. Вот муж скандалит с женой. Жена с мужем изменяет друг другу. Почему? Да потому что они думают, что жизнь здесь только, потому и эту жизнь себе отравляют. А для той закрывают двери. Знаю, что бывает трудно наладить семейные отношения, когда они так долго разлаживались. Но наладить можно, если у кого-то появится сознание. Зло ведь это ничто. Добро хотя бы и крупица бывает сильнее всякого зла. Добро во имя Христа, во имя воскресения из мертвых. Общество. Посмотри кругом себя. Что вокруг тебя делается? И начни делать с маленького. Видишь разрушенный, опоганенный храм. Побеспокойся, чтобы его восстановить, реставрировать. Не думай, что ты восстановишь только материальный памятник. Ты восстановишь души, которые его разрушили. Как разрушение было захватывающе, тем более созидание увлечет тебя. Это будет больше всякой зарплаты, больше всякой славы. Воскресение из мертвых, может быть, и начнется с восстановления разрушенных храмов. Когда видят развалины вокруг себя, тогда и в душе появляются развалины. Я привел один пример. Но, как говорят, для умного нужно немного, чтобы понять все остальное и заняться в обществе воскресением из мертвых всего окружающего нас. Мы воскреснем не в безвоздушном пространстве, а воскреснем вместе со всем окружающим нас. И в заповеди блаженства сказано «Блажены кротки, ибо те наследуют землю». Блажены не злобивые, любящие, всеуважающие, дорожащие своей историей. Теперь о храме. В храме, кажется, все должно быть для того, чтобы только и думать о воскресении из мертвых. Ну и здесь мы часто только устраиваем свои меркантильные дела. Тут и интриги, тут и подсиживание друг друга. Храм – голова всего. Тем более плохо, когда начинает загнивать с головы. Нам нужно воскресение из мертвых для того, чтобы ожила наша семья, для того, чтобы ожило наше общество, для того, чтобы церковь считалась не пережитком прошлого, а святыней, перед которой нужно благоговечь. Нам нужно воскресение из мертвых, чтобы из нашей жизни исчезло пьянство, хулиганство, моральное разложение. Нам нужно воскресение из мертвых, чтобы не торопились люди, давя друг друга, насладиться жизнью до смерти, а жили, любя друг друга. Блаженство будет там, а здесь блаженство одного бывает горем многих. Мы на земле в пути, и странники, и пришельцы, и не устраиваться должны, а помогать друг другу пройти путь трудов и скитаний, путь скорбей, чтобы не заело нас таскать, чтобы не смерть маячила перед нами, а воскресший Христос виделся нам. Воскресение – день, и просветимся, люди! Воскресение – день – это напоминание нам не только об очередном празднике Пасхи, а о том, что есть вечная Пасха, когда мы после земных трудов будем вечно радоваться и блаженствовать. Аминь! Собеседование – седьмое. Для того, чтобы больше и ярче показать истину воскресения из мертвых, возьмем такие два современных примера. Один молодой человек – студент, полный сил и жизни, об этом я говорил на предыдущей беседе, вдруг покончил с собой. Нашли им оставленную записку «Живите, если можете, а я жить не могу». Другой человек – очень распутный, сменивший не одну жену, покончил с собой, оставив записку «Жизнь окончилась, больше жить нечем». Как в том, так и в другом случае они не нашли смысла жизни. Казалось бы, в первом случае молодому человеку только бы жить и жить, а он кончается с собой. В другом случае – удовольствие, а жить нечем. Другие говорят, что такое жизнь? Это удовольствие, а тут жить нечем. Жить нечем, когда кипит молодость, и жить нечем, когда состарились в удовольствиях. Эти два примера показывают, что все земное не может удовлетворить, когда в душе пусто. У этих лиц не было страданий и мук. Бывает, что не вытерпев мук, кончаются с собой, а тут покончили, потому что в душе пусто. Скажут, это не характерно, это исключение. Но если строго разобрать, то как раз это и характерно. Когда у человека нет высшей цели, Демидрия Дудко, Христос в нашей жизни. Воскресное собеседование. Собеседование седьмое. Эти два примера показывают, что все земное не может удовлетворить, когда в душе пусто. У этих лиц не было страданий и мук. Бывает, что не вытерпев мук, кончаются с собой. А тут покончили, потому что в душе пусто. Скажут, это не характерно, это исключение. Но если строго разобрать, то как раз это и характерно. Когда у человека нет высшей цели, то она занимается тем, что медленно убивает себя. Это беспробудное, участившееся пьянство. Этот разврат, что это? Это ведь и есть самоубийство. Возьмем даже самый лучший случай. Человек воспитан, обеспечен, и вдруг среди всего этого тоска. Такая тоска, что не знаешь, что делать. Тоска даже бывает у детей. А почему? Да потому что сознательно или бессознательно, а мысль о смерти удручает нас. Умирать каждому придется. Как не убеждая себя, что это, мол, закон жизни, а добровольно никто не согласится со смертью. А сейчас мы даже боимся напоминания о смерти. Боимся называть некоторые болезни, заболев которые человек обречен. А ведь здоровые мы или больные, мы все обречены на смерть. Что такое смерть? Есть ли там жизнь? Пока как будто все благополучно. Мы не задумываемся над этими вопросами. Бывают же случаи, когда вдруг разрываются границы этого мира, и человек видит то, что потом переворачивает все его сознание. Может быть, кому-то приходилось читать в дореволюционной книге, как некий по фамилии Искуль, вдруг оказался на том свете, он потом сам все это описал. А до этого был даже атеистом, не признавал загробной жизни и пошучивал над теми, кто ее признавал. Видит в свое оставленное тело, собравшиеся людей около него. Ему странно, почему они там собрались. Он ведь не там, а здесь, хочет сказать им об этом, а голос пропадает в пустоте. Они его не слышат. Хочет рукой дотронуться, но рука проходит сквозь них, не задевая их. И вот представьте, оказать о таком положении. Не будем говорить, что он видел, но только после того видения, возвратившись снова в свое тело, он оставил все удовольствия и посвятил себя Богу. Это было на русской земле. А вот что произошло в Англии, передает сообщение из письма. Совершенно такой же случай возвращения к жизни, пишет дядя своей пленянницы, произошло в то же время в Англии с девушкой Дороти Кирин. И я и лично знал, пишет дядя, она после возвращения в этот мир по заповеди, явившегося ей в момент смерти и возвратившего ее к жизни Господа, создала духовно-молитвенный и медицинский центр для исцеления и лечения больных, наподобие Лурда. Дороти Кирин теперь окончательно умершая, описала свое невероятное происшествие по-английски. Такие случаи бывают, чтобы вразумить нас. Сегодня это не с нами, но будет и с нами. Все возвратились к жизни, что управят на кончик жизни, а мы возвратимся ли? Бог весть. Нам нужно сейчас задуматься. Воскресный день заставляет нас задуматься. Задуматься не о смерти, а что есть воскресение. Отвергать, ничего не зная о той жизни, а обличать собственную глупость. Дума о смерти, говорят, омрачает земное существование. Это неправда. Она только заставляет по-серьезному задуматься над жизнью, задуматься о бессмертии. Тот, кто трудится для вечной жизни, не будет праздным, а будет трудиться и при том не за плату, а за совесть. Мы привыкли к плате. Теперь ничего они хотят сделать, чтобы это не было оплачено. С верой в бессмертие трудятся бескорыстно. Но как поверить? Для современного человека вечная жизнь, воскресение из мертвых кажется сказкой. Мы видим только умирающих и не видим воскресающих. И поэтому заключили, что есть одна смерть. Но это не так. Со смертью надо бороться. И не тогда, когда она придет к нам, а вот сейчас. Со смертью борются верой воскресшего Христа, бороться с добродетельной своей жизнью. Смерть надо победить. Это возможно и это нужно. Иначе все становится бессмысленным. Какой смысл в смерти? А ведь смерть все. Вся наша жизнь. Если нет воскресения. И то, что мы сейчас живем, и то, что строим, к чему стремимся? Все это смерть. А смерти не должно быть. Не должно быть, потому что смерть побеждена Господом нашим Иисусом Христом. Он воскрес из мертвых, положил начало и нашему воскресению. Мы все так же воскреснем. Скажет, это не естественно. Но именно это и естественно. Не естественно умирать, а естественно жить. Смерть противоестественно. А то, что нам кажется воскресение из мертвых противоестественным, это от нашего непонимания. Если бы мы не знали, как рождается человек, нам тоже казалось бы противоестественным рождаться. А вот теперь рождение, естественно, рождается на жизнь. Воскресение тоже рождение. Но если обыкновенное рождение к жизни временной, то рождение – воскресение к жизни вечной. Христос воскрес из мертвых. Этого из истории не вытерпнуть. Ведь мы исчисление ведем от Рождества Христова. И день недели воскресения называем от воскресения Христова. А кто-то хочет нас обмануть. При том обман называют достижением науки. Какой науки? Науки смертников, что ли? Задумаемся. Казалось бы, ну не веришь, в чем дело? Зачем преследовать того, кто верит? Нет. Веру в воскресение Христово хотят вытравить из народного сознания. Так поступая, они не видят, что одержимы завистником, врагом человеческим. Это он завидует нашему воскресению, поэтому хочет воскресение вытравить из нашего сознания. Какой вред в том, что человек не признает смерти и верит в жизнь? Обратимся к примерам. Как люди, верящие в воскресение, выполняют такие дела, что мы, слушая их подвигов, невольно сами воскресаем душой. Такие примеры прежде всего из жития святых. Вот, допустим, такие. Ава Виссарион носил с собой Евангелие. В одном селении он увидел мертвого нищего, совершенно обнаженного, и покрыл его своим плащом. А если бы проходили незнающие Бога, как бы они над ним насмеялись? Это видно на примере. Как у нас сейчас обезображивают могилки, срывают кресты, разрушают оградки. Этот же Ава встретил живого нищего без всякой одежды и, отдав ему свою рубашку, сам сидел ногой, закрываясь руками. Когда у него спросили, кто его разделал, он протянул Евангелие и сказал, вот оно раздело. В Евангелии сказано, если у вас требуют верхнюю одежду, отдайте нижнюю. Нужно иметь большое осознание, чтобы так поступить. Нужно быть уверенным в иной жизни, чтобы не считаться с условностями этой жизни. Некоторые современных людей говорят, что делать добро за награду в Царстве Небесном, это, мол, тоже сделка, не бескорыстная. Но награда в Царстве Небесном не развивает корысти. Корысть развивает то, что мы сейчас видим. Наград в Царстве Небесном не видим, это должно быть только одно сознание. Награды в Царстве Небесном на земле людей делают только отзывчивыми и бескорыстными. Теперь и жизнь сирийского чудотворца Анина. Читаю. Узнав однажды, что Анин носит воду из Ефрацы для утоления жажды приходящих к нему людей, епископ прислал ему в дар осла, который мог бы возить воду из реки. Случилось так, что после этого подарка к святому пришел бедный человек, не имеющий чем заплатить своего долга за иммодавство. Человек этот просил святого помочь ему уплатить долг. На это они не имеют никакой другой вещи, которую мог бы отдать, сказал пришедшему. Возьми, брат, вот этого осла, продай его и вырученными деньгами заплати свой долг. Отдают последние. Чтобы принизить эти примеры, некоторые теперь говорят так. Это было когда-то, это, мол, святые. А теперь так нельзя. Вот пример из недавней жизни. Индия, 1964 год. Папа Павел VI при отлете из Бомбея подарил свой автомобиль одной бедной монахине. Обратившись к провожающим, он сказал, уезжая из Индии, я оставляю свой автомобиль Терезе, начальнице миссии, помощи бедным, чтобы помочь ей в ее миссии и любви. А она в это время была на окраине Калькутта, около умирающего старого человека, руки которого были как две палки. И лицо похоже на темный пруд, где нет никакого движения. Только его глаза приоткрывались и спрашивали, сколько ему еще осталось жить в этом мире. А мать Тереза говорила ему на бенгальском языке слова утешения и любви. Ни одна больница не приняла его. И никто в этом огромном городе, где 3000 районов официально названы трущобами, не нашел времени подержать его за руку, когда он умирал. Слишком много было в этом городе таких умирающих. Тереза нашла его. Она перенесла старика в свое убежище для умирающих бедняков. За 14 лет работы в своей общине Тереза подобрала более 21 тысячи таких людей, умиравших на улицах и свалках Индии. Теперь о самой Терезе. Она родилась в Югославии в 1910 году. Когда мне было 12 лет, Господь призвал меня, сказала она. Подымание бесисленных человеческих тел согнуло ее тело. Она вела жизнь, подрывающую силу и не давала себе нужного отдыха. Она засыпала в багажных сетках вагонов третьего класса, передвигаясь по Индии. Создавала дома помощи бедным, больным и умирающим. Страдания тысяч людей отразились на ее лице, бледном, как камни гор Югославии. Тереза несет в Индии служение белого ангела в Сааре, творящего чудеса. Вот ей принесли человека, половина тела его изъедена раком. Еще одного из тех, кого в больнице не принимают. Зловоние идет от него. Брат милосердиво, счищая червей из запущенных ран больного, не выдержал. У него началась рвота. Мать Тереза сама занялась этим больным. «Как вы можете выдержать этот запах, что от меня идет?» – спросил больной. «Это ничто перед теми страданиями, которые вы переносите», – отвечала Тереза. Через некоторое время больной сказал, «Вы не человек. Люди так себя не могут вести, как вы». И, умирая, сказал, «Слава вам». «Нет», – отвечала Тереза. «Слава таким, как вы, которые страдают со Христом». Вот она, бескорыстная любовь к страждущим братьям, когда знает, что есть воскресение из мертвых. И если есть воскресение из мертвых, то каждый человек становится дорог. Это не обияна, достигшая разума. Это не самый ценный капитал. А человек выше всего. Тот, с кем мы должны жить в Царстве Небесном. Представим, с какой радостью встретятся в Царстве Небесном бедняк и его облагодетель, словавший. Мне как-то пришлось читать в одной современной книжке. «Можно ценить жизнь, если знаешь, что она временна. И делать добро, чтобы всем было хорошо, если знаешь, что ты умрешь». «Какая наивная и убогая философия», – подумал я. И тут же вспомнил о жизни, как говорят те, которые не верят в загробную жизнь. «Мы не дураки, чтобы делать добро. Упустишь момент – не вернешь. Бери от жизни все, что можно». Можно клеветать человека, клевеси на него, обесесть, особенно если это женщина, обесесться. А помочь? Тот, кто попадал в больницу, знает, как трудно дозваться няню. Да и в санитары мало кто идет. Нужно иметь христианское сознание, чтобы решиться на все. Нет. Только в сознании того, что мы все бессмертны, можно делать добро с сознанием, что есть воскресение из мертвых. А эта жизнь существует только для подвигов, а не для удовольствия и наслаждения. Наслаждение несет в себе грех, а грех несет разочарование, пресыщение и смерть. Человек создан, конечно, для блаженства. Но блаженствовать можно в Царстве Небесном. Когда все блаженствуют, а здесь, где один наслаждается, а тысячи горюют – не до блаженства. Нужно трудиться, чтобы себя воскресить из мертвых и подкрешать идущих вокруг тебя. Присмотревшись в современной жизни, что видишь? Прежде всего – распущенность. Особенно страшно смотреть на подростков, которые, как рассказывает милиция, приезжают специально в Москву, чтобы предать о распутству. Кто о них заботится? Но отведут их в милицию, пристыдят или еще что скажут. А распутство продолжается. Нужно перевернуть сознание их, чтобы отвратить от распутству. Послушаем, как делали это святые люди. Вот Виталий – монах. Когда Александрийский патриарший престол занимал патриарх Милостивый, в Александрию пришел один инок по имени Виталий из монастыря преподобного Сирида. Этот инок, будучи 60 лет от роду, избрал себе род жизни, который для людей, видящих только внешне в человеке, казался нечистым и греховным. Виталий составил себе список всех будней, живших в Александрии, и о каждой из них усердно молился Богу, дабы он отклонил их от грешной жизни. Старец нанимался на работу в город от утра до вечера и брал за свой труд 12 медных монет. За одну монету он покупал себе боб, это что-то вроде кокосового ореха, и по закате солнца съедал его. Затем он отправлялся в блудилище, придя туда остальные деньги, отдавал какой-либо блуднице и говорил ей, умоляю тебя за эти деньги, всю ночь эту соблюсти себя в чистоте. Нам это, может быть, покажется смешным. Но воспитать, отвратить от грешной жизни можно только добротой. Но чтобы решиться на доброту, нужно быть уверенным, что есть бессмертие. Не делать же добро для того, чтобы его съели черви. Безбожники говорят, надо быть добрым, потому что мы умрем. Этим самым они кощунствуют над добром. Надо быть добрым, потому что мы бессмертны, потому что добро не добыча червей, а добро вечное. Почему все беды на нашей земле? Потому что мы спешим насладиться, пока не умерли. А что такое наслаждение? Это хорошо может объяснить только умирающие. Я в прошлый раз говорил, как сказала умирающая женщина, все у меня есть. Прожила я беспечальную жизнь, и как будто ничего не было. Ничего мне не надо. Я бы согласен в лачушку, чтобы пожить. Но Бог человеку не лачушку готовит. Бог готовит человеку царство небесное, и жизнь не временную, а жизнь вечную. А мы все это объявили сказкой и живем, как сказки. Но сказка кончится, и рано или поздно нужно будет посмотреть трезво на жизнь. Что она такое? В чем ее смысл? Жить ее смысленно можно тогда, когда веришь в воскресенье из мертвых. Тогда земная жизнь – это время подвигов. Так человек и поступает. Только та жизнь – время блаженства. Блаженство должно быть вечным. Блаженство временное – это только горькое разочарование. Слушаемся в это. Вдумаемся. Вот ты, кто пытается устроиться в этой жизни, не брезгуй ничем. Слушайте. Не воскресни с душой? К чему тебе все твое устроение? Какая польза человеку, как сказано в Евангелии? Приобрести весь мир, а душе своей повредить? Душа наша больше всех сокровищ земных. Не будем же ради своего земного устроения жертвовать своей бесценной душой. Чужая копейка перекянет свой рубль. А земное устроение бывает только на чужой копейке. Даже когда мы как будто никого не обманываем, а только устрояем себя, мы обворовываем наших ближних. Если у тебя есть избыток, а кто-то не имеет необходимого, то ты обворовываешь другого. Все, что мы имеем, Божье. А Бог дает не для одного кого-либо, а для всех. Так, будем же довольствоваться малым, но только не вредить своей душе. Вот ты, кто уже все пропил, развалил свои семьи, не знаешь, где твои дети, с кем они, что ты делаешь? Ты занимаешься самоубийством. Самоубийство – тяжелый грех. Остановись, пока не поздно, а пока есть еще у нас дыхание – еще не поздно. Твоя душа бессмертна. Ты создан для блаженства в Царстве Небесном, а не для горькой рюмки. Ты, кто с детских лет потерял целомудрие, похоти и разврате живешь, остановись. Не в этом жизнь. Слушаемся, как поступали наши предки. Возьмем 17 век. Были ведь и тогда бедствия. Засуха, недород, неурожайные годы. Сейчас у нас другого рода бедствия. Моральный неустой. Решили мы, что все нам позволено. Хорошие примеры увлекают. Так вот, как описывает Сущевский, всем известный историк. Двух человек того времени, отдавших все свое земное ради спасения своих близних, а не для собственных удовольствий. Жила тогда в своем умении, как пишет Сущевский, вдова-помещица, жена зажиточного провинциального дворянина, Ульяна Устиновна Оссорьина. Это была простая, обыкновенная, добрая женщина Древней Руси, скромная, боявшаяся чем-нибудь стать выше окружающих. Она отличалась от других разве тем, что жалость к бедному и убогому в ней была тоньше и глубже, чем во многих других. Еще до замужества, живя у тетки по смерти родителей, она обшивала всех сирот и немощных вдох в ее деревне, часто до рассвета, не гасла свеча в ее светлице. По выходе замуж, сикровь поручила ей ведение домашнего хозяйства, и невестка оказалась умной и распорядительной. Но привычная мысль о бедном и убогом не покидала ее среди домашних и семейных хлопот. Это, так сказать, пример частной благотворительности. А вот пример общественный. Эртищев-Обергов-Мейстер, при дворе царя Алексея Михайловича. Помощь близьему была постоянной потребностью его сердца. Приведем несколько выдержек из истории Крещевского об этом человеке. Он страдал ногами, ему трудно было ездить верхом, ездил в экипажи, было во время войны. По дороге он кучами подбирал свой экипаж больных, раненых, избитых и разоренных, так что иногда ему не оставалось места. Он выкупал пленных. Приведем еще составил команду рассыльных, которые подбирали этот люд с улиц в особый дом, устроенный им на свой счет, где больных лечили. А пьяных вытрезвляли и потом, снабдив необходимым, отпускали. Для престарелых, слепых и других коллег, страдавших неизлечимыми недугами, Ртищев купил другой дом, тратя на них содержание, свои последние доходы. А вот что он завещал, умирая. Вот как устроите мою душу. В память по мне будьте добры к моим мужикам. Не требуйте от них работ и обраков свыше силы, возможностей. Потому что они нам, братья. Это моя последняя и самая большая к вам просьба. Это примеры того, как люди, зная, что есть воскресение из мертвых, всем жертвовали земным. Воскресение из мертвых – смысл того, для чего мы родились. Смысл нашей деятельности. Зная воскресение из мертвых, не скажешь «я жить не могу» или «больше нечем жить». Даже в самых труднейших моментах мы найдемся, как жить и чем жить, даже когда ничего нет. Приведенные нами примеры показывают это. Оттого и пьют сейчас, и скучают. Оттого и ищут сами, не зная чего. Что не знает воскресение из мертвых. Не думают об этом. Слушаемся, задумаемся. Это всех нас касается. Сколько ни живи на земле, а встать перед фактом иной действительности придется. Как встать, если не знаешь воскресение из мертвых? А этот вопрос может оказаться роковым. Вот мы прослушали краткое воскресное собеседование. Какой вывод нужно сделать? Первое. Если ты не делаешь так, чтобы работать для воскресения из мертвых, то ты волей или неволей занимаешься самоубийством. Тебе становится нечем жить. Пожилой ты или молодой. Оттого, что мы не занимаемся вопросом воскресения из мертвых, ослабла наша нравственность. Появились всякого рода преступления. Человек, не знающий воскресение из мертвых, перестает дерзать, плывет по течению. Боится что-либо предпринимать. Мы приводили примеры из жизни святых, когда они, зная воскресение из мертвых, в невероятных условиях делали, совершали такие подвиги, которые поражали своей невероятностью и невозможностью. И сейчас, слыша их подвигов, невольно зажигаешься мыслью сделать. Верующему Христа в воскресении из мертвых все становится возможным. Любое дело, предпринятое во имя Христа, не проходит бесследно. Оно даст невольно свой росток. А теперь вопрос к нам. Что же нам делать? У нас вот сейчас катастрофическое положение от усилившегося и распространившегося пьянства. Человек, образ и подобие Божие, часто валяется в грязи на положении скота. Распущенность тоже приняла огромные размеры. Ожидать гибели нужно делать. Вот что можно предпринять в создавшемся положении. Этот вопрос я ставлю всем, и не только для праздного размышления, а для того, чтобы подвигнуть на деятельность. Если мы отдадим себе ясный отчет, что нужно всем трудиться над проблемой воскресения из мертвых, то мы все сделаем, чтобы было так. В добрый час, помоги Бог. В деле воскресения нет малых дел. Все могут быть большими, даже пожелания, даже намерения. Нужно достичь вечной жизни. Вот задача всех нас. Аминь. Собеседование восьмое. Это сейчас спросить у каждого из нас, одиноки ли вы? Это, наверное, каждый удивит этот вопрос. Говорить в наше время об одиночестве – это не видеть жизни. Скорее можно сказать, что мы все устали от многолюдства. Сейчас бы затвориться от всех и побыть наедине самим с собою. Но, к сожалению, говорят, это невозможно. Куда ни пойди, куда ни посмотри, везде много народу. Улыбается и печалится, хмурится и озлобляется. Вот иногда остановись где-либо в толпе и посмотри на лица. Все озабоченные. Спешат или лучше наблюдай в метро, когда едут в эскалаторе. Иногда редко кто бросит приветливый взгляд, потому что некогда становиться друг на друге. Каждый занят своим миром. И вдруг поразит мысль. Мы все разъединенные, мы все одиноки. Никому нет ни до кого дела. Вот надо устроиться, нужно приобрести то-то и то-то. А приобрести не так просто. Значит, надо кого-то обмануть, кому-то подставить ножку. Если пойти дальше, то мы одиноки при множестве кругом народа. Одиноки в толпе. Как сказал один современный поэт, я говорю не о прошлом, а именно о современном. Страшнее нету одиночества, чем одиночество в толпе. Это ты не один, когда можешь мысленно поговорить со всеми, и тебя на расстоянии поймут, и ты поймешь их. А это ты, один в толпе, когда вокруг тебя снующие люди не поймут тебя. При самом твоем благожелательном отношении к ним ты непонятен. Они тебя считают врагом, потому что им чудится. Ты покушаешься на их благополучие. Да, прав поэт. Страшно одиночество в толпе. Отчего? Почему это? Посмотрите на мир. Сколько всего есть в мире техника облегчего наше существование, а нам тяжело одиноким. Ой, это самое страшное одиночество. От этого одиночества многие сходят с ума. От того бывают переполнены дома умалишенных, психиатрические больницы. Именно от одиночества. Попробуйте вот молчать, когда у вас все в груди переполнено, не перед кем высказаться. Все распирает, а не перед кем высказаться. Высказаться. Потому что тебя не поймут от того, что не поймут, и бывает одиночество. Почему это случилось? И ответ может быть самым простым. От того, потому, что мы забыли Бога. Бог – это добро, любовь, понимание. То существо, которому все можно высказать. Бог – это не миф, как говорят атеисты. Миф, созданный в фантазии человеческой. Именно миф. Потому что он ни о чем. А Бог – это не миф. Потому что он обо всем. Отвергая Бога, мы отвергаем любовь, добро, понимание. А если отвергаем это, то значит нет ни любви, ни добра, ни понимания. И мы одиноки. Можно создать себе суррогат того, что они одиноки. Что мы все дружны с семьей, все как один. Но это ведь не утешает. Жизнь в самом деле рассеет всю эту нашу мечтательность. Посмотрите на жизнь, как говорится, беспристрастными глазами. Не уйдите ни себе, ни другим. Возьмем, казалось бы, самое близкое. Что может быть ближе друг другу, чем семья? Ну вот. Допустим, муж клянется жене, что я, мол, люблю тебя, буду хранить верность для самой смерти. И правда, как будто это о самом деле. Но потом узнается, что он уже не раз изменял ей. Что при всей клятве она ему надоела, и он презирает ее. А потом она начинает презирать его. И эти близкие оказываются друг другу далекими и чужими. А та, в которой он живет, наверное, и ему изменила. Все обманно и фальшиво. Разве это не одиночество? И кому пожалуешься? Кому, как говорится, за тебя дело? Написать в газету твою тайну раз звонит на весь союз, но разве от этого станет легче? А дети, смотря на то, как поступают их родители, разве не чужие, не одинокие? Уже не один случай, когда брат предавал брата, даже мать, казалось бы, символ любви предавала своих детей. Вот оно, одиночество в семье, так сказать, малой толпе. А теперь перейдем в общество. Вот собутыльники, пьют, клянувся друг другу в дружбе. Казалось бы, какие верные люди, но выпито все в бутылках, и они пустыми бутылками развивают голову друг другу. Или лучший случай. Вот группа людей, казалось бы, их что-то объединяет, совершает героические поступки, друзья, даже могут поделиться последним куском, но вдруг, допустим, их арестовывают и грозит тюрьма, то как вдруг эти верные друзья начинают поливать друг на друга грязи, чтобы выгородить себя, не стесняются продать самых близких, дочь родной продают, и та в ужасе. Это мог сделать мой папа. Да, это может сделать папа, мама, друг, если в душе нет Бога. Если в душе нет Бога, то каждый считает себя Богом, а Богу, мол, все позволяется. Не зная истинного Бога, человек творит себе идола, и в первую очередь из самого себя. Но вдруг этому идолу не повезло. Все, что он строил всякими происками, распалось, и он остался один на один со своей черной совестью. Представим себе это одиночество. Обманутый и всеми кинутый. Сильнее нету одиночества, чем одиночество в толпе. Когда человек с Богом, он нигде не может быть одиноким. В тюрьме, в пустыне, с дикими зверями он не одинок, потому что есть Бог, которому можно все рассказать, и он поймет себя. Безбожники наклеветали, что нет Бога. Бог есть! Только мы слишком поддались к клятве, оттого мы одиноки. Все эти доказательства, научные, силософские, все это обман. Без Бога мы жить не можем. Мы заблудились в диком лесу жизни, кругом нас ходят люди и не понимают нас, что мы заблудились, потому что и они сами заблудились. И кто укажет дорогу? Как можно указать дорогу без Бога? Допустим, приобретай жизненное благо, но один опасный шаг, и смерть все разрушает. Спасут нас эти благо. Встроенные системы, какие бы ни были заманчивые, они нас не спасут. Ни от чего. Многие из нас стали умными. Есть такие люди... Субтитры создавал DimaTorzok